Бонусарость у вас приятень. Так. Так, привет, привет, всем привет. Привет, привет. Привет, Лондон, 43 Демфранца, Белл, Кишинев, привет, ребят. Так, все подключаются. Ребят, репосты делайте, пожалуйста, кто онлайн. Привет, Гагаузи. Минутку еще начнем, подождем и начнем. Так, Пятков подключился. Пять минут назад был на журнале, шустрый однако, Саня. Так. Ребят, журнал онлайн смотрели сейчас вы или нет? Если не смотрели, то я с удовольствием опубликую ссылку. Там сегодня ночью, как она будет уже в интернете. Просто у меня видавшего разные ситуации в жизни человека. Просто, понимаете, волосы дымом начали вставать. Когда я слышу, что говорит эта женщина, что творят с ее сыном, что Плохотнюк творит вообще с ее семьей, для того, чтобы получить с проки ложные показания, как шантажировали проку, как заставили жену обмануть. То, что ее второй раз задерживали, просто убойная передача. И самое главное, что в нашей сегодня демократической Молдове, где все говорят о реформах и так далее, есть уже Харунжин утвержденный прокурор, где в любой другой нормальной стране, после таких обвинений, после переписки Костя Ботнаря, этот Раду Чижиченко, адвокат Плохотнюка, который ездил в Румынию убеждать проку в том, чтобы он дал показания на меня, написал, что не знает Плохотнюка и так далее. Значит, как котлету они получили, в виде того, что Проко написал своей рукой, что он не знает Плохотнюка и так далее. Пусть Чижиченко заедет сейчас в Румынию, желательно, с Костей Ботнером и с другими, не буду называть фамилию, а то весь GBC перестанет ездить в Румынию и в Европу. Значит, пусть сейчас заедут в Румынию, пусть сейчас заедут в Румынию, и хочу вам сказать, что и Чижиченко, адвокат, и, думаю, Костью Ботна или других, ждет многолетнее бесплатное питание в Румынии со стороны государств. Ну, потому что в Румынии в тюрьмах кормят бесплатно, понимаете, на много лет. Сэкономят кучу денег. Вы слышали в программе на журнале, значит, они выставляли аудио разговоров с Прока, с этим адвокатом Чижиченко, где бумагу требуют, как там все наверх ссылаются. Значит, эти уроды обвинили меня в том, что сделали они сами. Я об этом уже кричу на весь мир несколько месяцев. И они включают Ваньку, понимаете, и на самом деле вот прямые доказательства, что Плохотнюк заказчик убийства Горбунцова. Я не буду говорить уже про другие выступления, понимаете. Значит, вот такая ситуация. Значит, вы слышали интервью, вернее, телефонный разговор с Прокой, да, со своей комнатой, там, с девушкой, там, или с женой этого Давида, которого никогда не видел, его обвиняют в убийстве рядом со мной, ну, что он вместе со мной организовывал. Рейдерские атаки, убивали Горбунцова. Хорошо, что не мы убили Кеннеди с Немцовым на пару, понимаете. Вот это наша молдавская юстиция. Сейчас я вам включу аудио, потому что на журнале включали пик-пик-пик, когда Прока говорил. Вы были все свидетелями, как блогеры Плохотнюка, телеканалы Плохотнюка, весь день крутят. Смотрите, как жена Проки обманула Проку. И это является доказательством того, что усатые разговаривают с Прокой. Хочу передать прокурорам, этим вонючим милиционерам Плохотнюковским, что там, где они работают, мне им преподавать нужно. Лохи позорные, понимаете. Потому что сегодня они будут меня разработать. Я их всех разработал вместе взятых, чтобы вы понимали. Включая то письмо, что они получили с Румынии. Пусть заедут в Румынию. Желательно завтра. Понимаете? Если они ни в чем не виноваты. Вот я ни в чем не виноват. Меня обвиняет прокуратура Плохотнюка. Подали в Интерпол, Леонид признал. Кое-где я скоро появлюсь, и начнется та самая игра, про которую говорил. Значит, то, что крутил Плохотнюк, ну, его блогеры, телеканалы и так далее, да, вы все слышали, наверное, вот этот разговор. Значит, это про ребенка, ну вы все это слышали. Чего Плохотнюком целиком запись, ту, которую его вонючие менты и прокуроры ему сливают, для его персональных телеканалов и так далее. Вот это они... Вот так прописали и все. Ну нет вариантов, понимаешь? Других нет. Они там будут сидеть, сидеть, сидеть. Эти грудь, Тата не выдержит. Она не выдержит. Узнай мне, пожалуйста. Это то, что крутят Плохотнюки? Я... Типа, вот Прока обманулся, жена Проки обманулся, Прокус говорит, кого обманули? Узнай. Узнай мне, пожалуйста, А теперь послушайте то, чего не было. То, что было в эфире на журнале сегодня. Ну, собственно, так как мы с вами в социальных сетях, где говорят правду и говорят ее напрямую, вот послушайте теперь без пи-пи-пи касаемо того, кто является заказчиком убийства Горбунцова. И как на человека давили, чтобы он написал, что он не знает Плохотнюка и так далее. Он написал. Ну, в целях оперативной разрабатки. Лохи Плохотниковские. Послушайте. Это вам показания. Это одно. И второе. Бумагу, которая подтверждает Плох, что я никогда, нахуй, не видел ни Плохотнюка, ни знаю. Я это знаю. Давай это мне по телефону. Дай тебе кое-что скажу. Что Плохо мне и маме сегодня сказал. Я тебе говорю. Это Плохотникова, бля, того как крови. Что бы знали. И если я даю эту бумагу, нахуй, я подтверждаю их, понимаешь? Это подрядник. Козы и другие дают. Они потом будут резать его, и делать то, что они хотят. Это Траду как-то был. И по мне сказал, делаем по черному. Еду в Молдову. Всех освобождаем. Все закрываем. Все возвращаем обратно. Все нормально. Что он, что-то сделал. Я понимаю, Виталик. Но ты понимаешь, что тут уже выбор стоит. Или они, или вот так. Понимаешь? Если они подведут, то ты уже будешь делать все, что надо. Но пусть они выйдут. Понимаешь? Тут просто пиздец. Я не знаю. Я сама. Я схожу тоже с ума. Дети, малый болеет. Мама не может. Мне никто не помогает. Я тоже одна осталась. Понимаешь? Дети спят. Я с ними. Но мне тоже тяжело. Они плачут. Дальше вы видели, это есть уже в интернете. Вот этого нет. Сейчас появятся в хорошем качестве. Понимаете? Где Прока говорит, то что сделали прокуроры? Все эти Боколымы, Хуимы, Бусуёк. Понимаете? Я хочу передать, что вы все скромные и маленькие, плохотниковские животные будете сидеть в тюрьме за то, что вы уничтожаете за эту семью. За то, что вы меня, которые не имеют отношения даже косвенного к этой истории, сделали обвиняемым. Я с этим армянином, парнем с бородой, который видели на журнале, мы оказали и рейдерские атаки, и убийство Горбунцова. Нет, Зо Мамилова. Понимаете? Вот это мы имеем. А Прока говорит, ведь они заставляли жену Проки, комнату, заставляли детей, представляете, звонить Проки в тюрьму, папа, маму забрали, делай что-нибудь и так далее, для того, чтобы получить любыми путями бумагу. Петков правильно сегодня сказал на журнале, а если Плохотнюк ни при чем, зачем ему бумага от человека, который совершал убийство в Великобритании, в Румынии, бумага, что он его не знает? Зачем мне такая бумага не нужна? Почему мне она не нужна? Потому что не было у меня никаких дел. Почему Петкову не нужна? Почему не нужна Гриша Петренко, Андрея Анастасова? Почему не нужна такая бумага моей бабушки с Дандюшаном? Понимаете? Вот и вся ситуация. Значит, хочу теперь вот эти все пахнущие и цветущие прокуроры и милиционеры, чтобы вы знали, вы соучастники в том, не в том, что вы фальсифицируете и по заказу Плохотнюка делаете дела. Это геноцид против граждан страны, и вы за это ответите. Но сегодня вы соучастники, вы покрываете организатора убийства в Лондоне Плохотнюка, устраивая вот эти все вонючие комбинации. Бедело по убийству горбунцов возбуждено в Лондоне. Были какие-то реальные доказательства, ребят, через генеральную прокуратуру, комиссию аругаторию, 103 миссии Марии Британии отправили бы Скотт Лантьярд и те расследовали бы, понимаете? И посадил бы Скотт Лантьярд меня, Давитяна, Петкова, тетю Машу, которая убирает офис в Подмосковье, понимаете? Вот всех бы взяли и всех бы всех бы взяли и арестовали. Они не отправляют, они хотят, чтобы англичане отдали дело в Молдайе, чтобы там Бусуке, Бакалымы, Костя Бодр, Бак-Бак, и Публика ТВ вместе с Дискиди или Пенкиди МД на следующий день выдавала Брейкинг Юс. Энтрусаптамыны дизили прокуроры Молдовинь, аустабили ТОЦ, шепитецю арестат, и еще и расстреляли, понимаете? Усатова, Давитяна и так далее, понимаете? Меня поражает сегодня молчание некоторых представителей европейских государств Молдови. Ребят, Диембасадор, вы должны увидеть и иметь мнение о том, что случилось и о том, что случилось сейчас с этой семьей, с моим случаем. Вы решили только поговорить о Анна Урсаки и Доваре Друденко. Это хорошо в начале. Но вы должны поговорить о Анна Урсаки два месяца. года. Но спасибо большое. Вы сделали это сейчас. Теперь вы поддержите один из самых крупных преступлений в Европе. Его имя Владимир Плахотнюк. Окей, Плахотнюк имеет своих собственных прокуратов, полицей, но я надеюсь, что он не имеет собственные ambassadors, personal deputies in European Parliament. I hope so. Сказал так, чтобы не обратился к послам, чтобы не переводили им завтра девочки с утра. Понимаете? Значит, вы видите, как действуют эти мрази? Где же вот этого парня, которого не видел никогда в жизни? Понимаете? Сидит эта свинья Горбунцова в Лондоне, которая вместе с ними сейчас заодно, он же с Плахотнюком занимался, обналом в Универсалбанке. Хочется вернуть эти годы. Откройте мою пресс-конференцию в 2009-2010 году, уже не помню. Значит, откройте мою пресс-конференцию. Первая моя пресс-конференция в жизни, я никогда до этого не выступал нигде. Понимаете? Где вышел, сказал, что Горбунцова обналичивает столько-то миллионов долларов в сутки и так далее. Понимаете? Шесть уголовных дел у Горбунцова. Чего молчать, ребят? Нет, сегодня нужна дружба с Горбунцовым против Усатого, чтобы уничтожить Усатого в молдавской политике, чтобы остался Оля Кадьюра Лянко, Оля Кадемиш Агимпо, Оля Кадемиш Агимпо, Хочу обратиться, и я слышал позицию нашего нового президента, Игоря Додона, который говорил, что за гримку будут биться юристы-социалистов, телеканалы и так далее, и так далее. Игорь Николаевич, у вас есть шикарная возможность, как у президента, дать по попочке или по носику, большое, слава Богу, позволяет Хорунжину, понимаете? Просто вытащит, пусть Додон, руку через окно, и у Хорунжина такой большой нос, что все равно где-то попадется, понимаете? Игорь Николаевич, вот, пожалуйста, уничтожает семью. Я не знаю этих людей, Гаспарян правильно сказала в передаче. Я сегодня первый раз с ней разговаривал, она была у нас сегодня в офисе, она, оказывается, знакома с Еленой Гриско, когда Лена еще работала в Миньюсе, в начале коммунправления, занималась партиями, общественными организациями, и я по другому телефону с ней сегодня переговорил первый раз в жизни. Когда она говорит, Венат, вы понимаете, они и дочку мою заставили наврать мужу проки, чтобы этот, ну, что ее закрыли второй раз, только потому, чтобы дети не остались одни там и так далее. Говорит, я ударил кулаком стол, говорю, что значит? Они сначала просили бумагу, что только Плохотнюк, а Прока не знает, а потом поменялась уляка ситуация, полетел этот Чижиченко, как будто адвокат, а это Плохишовский почтален полетел от Проки, не, нужны еще показания от Проки, что еще усатый заказчик убийства Горбунцова, вы понимаете? И уничтожает эту семью. Домный пришеденький Игорь Дудун, птиц и шитской декларации был на иноугурарии. Игорь, а это ты посеблитать, а солдат жёст под Плохотнюк. Вот есть Харужин, который сутки уже ничего не делает. Сегодня утром должны были арестовать этого Раду Чижиченко, прокурора, Костю Ботнера и Плохиша. Игорь Николаевич, вперед! Вперед, пожалуйста! Сегодня, если Додон выйдет как президент страны, уберемся в сторону геополитики. Пусть Игорь призовет сегодня. Вся страна встает на протест против режима Плохотнюка. Все придут, я на парашюте прыгну, ребят, я на парашюте спущусь, понимаете? И транспорт организую, и диаспора приедет, понимаете? Ну, давайте. Да-да, Игорь Николаевич, а если бы право-лево, танцы минус, танцы плюс, а по... это уравнение очень плохо закончено. вот такая ситуация. Вот такая ситуация. Поэтому ждем реакцию Додона, Харунжина. Хочется, чтобы вышел Владимир Плохотнюк, которому там пару человек пишут интервью в GBC, и Плохотнюк их публикует в эксклюзиве. Там, в эксклюзиве, здесь и так далее. Плохотнюк, выйди. Плохотнюк, выйди, поговори со мной, Дон Корлеоне. Понимаете? Поэтому вот такая у нас ситуация, понимаете? Когда я говорил летом в программе Угонца, вспомните, ребят, когда я говорил в программе Угонца, что... Сейчас, секунду, может, что-то... Алла. Хакёс Индирект, Фейсбук, у меня породки есть в информате нового. Понимаете? Вот такая ситуация, когда я Угонца летом говорил, я же понимал, я же сказал, что Плохотнюк будет уничтожать меня и Андрея Анастасия. Того Медина мне вот не договорился, я не уступил и не уступлю. И ни у кого из них я никогда не возьму ни копейки для того, чтобы выходить перед вами. Я сегодня мог бы перед вами выступать, может быть, даже президентом страны, если бы я согласился сотрудничать с Плохотнюком. Неважно, в какой должности, я был бы дома, как примар был, сработал бы. Меня бы показывала публика ТВ, что усатый молодец, посмотрите, самая красивая ёлка, уничтожил рыночную мафию. Нет, они держат ублюдка Маху в госканцелярии. Значит, они сегодня сажают Телекса Гринку, других ребят, понимаете, и они с ними делают то же самое, что делали вот с этой семьёй, о которой говорили. Значит, ребят, нужно сносить к чёртовой матери этот режим. Понимая, что сейчас новое уголовное дело, может быть, что вот усатый, через фразу снеси к чёртовой матери режим, призвал в восстание. Хочу порекомендовать Роману Раду Чижиченко, который вы видели в программе на журнал, на моей странице, Косте Ботнеру, Плохотнюку, вот специально распечатал. Думал, пригодится. Пару лет назад я шутил, когда Филат за мной там гонялся. Я-то парень такой крупненький, знаете, и вы все видели, наверное, фильм этот «Побег», да? Американская версия, да? Это американская, тут на картине русская, ну, тот же, тот же сюжет, да? Значит, побегите, парень, чтобы спасти брата, взял и сделал себе татуировки, план побега из тюрьмы. Так вот, завтра пошли быстренько, ребята, все к специалисту, Костик, Ботнер, Чижиченко, и начинайте себе сегодня, смотрите, планы английских, тюрем, румынских, шинщет шор, куда мне идёт, срочно берите специалиста, и начинайте набивать себе татуировки, ну, потому что план побега из тюрьмы, я думаю, будет очень актуальным для вас. А я вас буду ждать на воле, потом обратно отправлю туда, будете бить уже, набивать план новой, новой тюрьмы, понимаете? якаши троим, не стима с приятенами, я куша с публика, регистрая листа, где сфии фарэ чензурэ, инкодат, они, я тачи прока, вырбежьте, ку кумната сади, лакешны, ку яуджене, а регистрая, это плахатнюк, но пусть у интеграл, не залезь, уникудаты, зведец фарэ пи-пи-пи, ещё ворбит, ку, оймпус, плахатнюк, кумната, лупрока, саламазяз, кфимея, доуары, и реценоты, кап, прока семне, захартигутся, шестрематы, плахатнюк, невиновен, усатый, убийца, мало того, я когда ещё поручил, этот, проке, заказать убийство Горбунцова, хорошо, что они не просят его, чтобы, этот, чтобы прока написал, что я попросил ещё откусить ухо, Горбунцова, или кусок живота, понимаете, или правое яйцо, вот, вот как, давят на проку, и что говорит прока, ещё раз, у вас показания будет, это одно, и второе, бумагу, которая подвижает, что я никогда, нахуй, не видел в ней, прокатуками, я это знаю, давай это не поцелефону, дай тебе кое-что скажу, чтобы я и маме сегодня сказал, я тебе говорю, этот, по-другому, это локоть крови, чему знали, и если я даю эту бумагу, нахуй, я подтверждаю их, и, блядь, понимаешь, все это, да, засловно прока, не буду цитировать, но прока говорит, если плохо слышно, у плахатнюка руки по локоть крови, и ты пойми, если я дам эту бумагу, то я подтверждаю их версию, ну, в плане, там, плохотнюки, веномины, и так далее, дальше. 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 Раду Чижиченко, который был у проки, по заданию плохотнюка, еду в Молдову, всех отпускает, и так далее, понимаете? была маленькая утечка. Еще раз повторяю, для особо одаренных из бригады плохотнюка, ребят, кто любит экстрим и проверить, насколько хорошо в организме выделяется адреналин, приказ мы, была бы курешься, да, внутри была бы курешься, была яша, треща звама, без чай, и я гарантирую, что мы кари гратисть дин партия статулы, роман, а совет с урматурой 10 лет, пентру комбинации летоа востри. Вот. Короче, ребят, я двигаюсь вперед, значит, я двигаюсь вперед, значит, нет проблем у меня сотрудничать с румынскими правоохранительными органами, продолжаем. Англичане есть. Слава Богу, переводчик не нужен, разберусь. Дальше я вас будет двум кувынта, сусунь по маме, ка ела науи профессора де-инглес. Мама, то не ретрои, я взял, как сэнсэллэзис, принши трек, паринцы, имен сэллэзис, кэн дедемняць пэнсара, плахатнюк телевизионной левой, усатый лоуморэд пэй Горбонцов, я дад бэнву пруака, шамэддепартия, анспус шэрепет, анконтинуаре, анкоордонат тот exclude чё голову нап Senate пэу outright нэ дэбио фэрепет Ка ё цэл, на сэл л援 ля мәлээ visual Ai что хасэл, общий л neighbour пусть просто слух но ты ла Imaginander Они уничтожают людей сегодня, потому что, видите ли, Плохотнюк решил отбелиться. Даже кислота уже не поможет Плохотнюку отбелиться от всех преступлений, которые он совершил. И запомните, последнее слово все равно за нами. Суверенитет в Республике Молдова, согласно Конституции, принадлежит народу. И когда народ будет угнетен, а нас уже угнетать дальше некуда, народ имеет право на восстание, понимаете. И с этими ублюдками поступить так, как положено. Мы поступим по закону. А необходимые изменения мы добьемся в законодательстве. Понимаете. Я вас люблю, я буду бороться до конца. Хорошего вечера.